24 июня 2020 года, мои дорогие, сегодня мы с Рафаэлом хотим поговорить вот на такую интересную тему. Мой муж и русский язык. С тех пор, как мы с Рафаэлом стали такими, ну, как бы выразиться, публичными людьми, да, благодаря телевидению и через нашу работу с туристами и паломниками, и блога, опять же, нам вот за много лет приходилось слышать всевозможные версии того, как мы познакомились и откуда у Рафаэла такой прекрасный русский язык. Но вот, наверное, многие зрители думают, что наша история выглядела примерно так. Сейчас мы попробуем вам её сыграть. Только поймите, это всё вот неправда то, что мы сейчас показываем. Это всё было по-другому, совсем по-другому. Это всё было по-другому, совсем по-другому, совсем по-другому. Я хочу, чтобы ты говорил по-русски. 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 Not English, Russian. We understand each other. It's okay. It's okay, darling. Anna, it's fine. You remind me of books I used to read, like Anna Karenina and the Russian classics. It's so wonderful. It's okay. It's okay. I know da and net. Понимаешь, для меня важно, чтобы ты говорил по-русски. Мне важно это. For me, important. You speak Russian. Давай я буду тебя учить. Ты будешь говорить по-русски. Вот скажи по-русски. Я тебя люблю. Wait, it will take a long time. What, 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 you want me to say? Я тебя люблю. What does that... okay. Ты сперва скажи, я тебе потом скажу, что это значит. Tell later. Скажи. Я тебя люблю. Скажи. Нет, ты скажи. 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 Я тебя люблю. Скажи. Скажи, я тебя люблю. Скажи, я тебя люблю. Ну вот, на самом деле, всё было абсолютно, абсолютно не так. А как было на самом деле? Как ты выучил русский язык? Ну, это очень длинная история, на самом деле. Скажем так, что моя мама, хоть она родилась в Англии, но у неё есть тоже определённая такая русофилия. Она и русские классики читала, и смотрела русское, и даже советское кино. И у нас были учебники дома. Учебники? Прямо настоящие книги-учебники? Для англоязычных. И когда мне было 11 лет, я просто взял мамин учебник, мне там какой-то выходной, наверное, нечего было особо делать. Я взял и стал изучать кириллицы самостоятельно. Ага. То есть, получается, что у Рафаила изучение русского языка началось изучение, собственно, букв. А надо вам сказать, что в Иврите буквы абсолютно другие, они ни капелечки не похожи на русский. Если, например, в английском языке буква Пи похожа на русское Р, буква Эл вообще одинаковая, да, то в Иврите буквы имеют совершенно в корне другое начертание. Да. И, конечно, любил музыку, естественно, культуру, там, Рахманинову и все, кино то, что показывали. И еще в конце 80-х, начало 90-х стали появляться в Иерусалиме также люди, то есть, которые явно имели вот такую даже не еврейскую, а именно славянскую внешность. Так что вот такой именно славянский мир появился у нас. Так, интересный. Ага, значит, за девушками ухаживал. Когда мне было 11 лет, ни за кем не ухаживал, как бы. Потом у меня были друзья в театре, которые были русскоязычные. И, в принципе, способ изучения был такой неформальный, а просто естественным образом, просто полное погружение. То есть, я, например, ночью у друзья там не сплю, и вдруг там полшестого утра уже встают родители и начинают между с тобой разговаривать. И я слушаю там какие-то вот там работа, работать, работа, 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 работу, работе. И уже во всех как-то падежах, уже слово работа, работать. Я спрашиваю своего друга, то есть, что такое работа, работа, работа. Почему они все время говорят работа? Он объясняет, что работа, это как бы, то есть, работа. А слово робот, наверное. Да. А какие первые слова ты говорил по-русски? Выучил по-русски? Первые, которые я читал, были такие универсальные просто, как трактор, ракета. То есть, получается, как ребенок в букваре, да? То есть, как маленькие дети, которые учатся читать. Вот так же было у Руфаила. Милиция, там, троллейбус. Он просто читал, складывал буквы в слога и в слова, получается так. Да. Да, здорово. Стал Пушкина читать по-английски, там, Руслан и Людмила. Мне понравился. Но как только открыл так просто оригинал, я просто понял, что настолько невозможно его читать по-английски, что это тоже был такой двигатель очень сильный. А так, на самом деле, причина, почему я стал усиливать свои занятия, было потому, что я уже был в театре, и все занятия там были по-русски. То есть, это был студий Иерусалимский, да, вот, и там... Но тебя переводили, наверное, поначалу? Не всегда. Ира не переводила тебе на любовь? Сначала нет, потому что я не был член театра. Я просто помогал со светом или другие какие-то вещи делал. Я еще там не играл. Но это означает, что очень много часов я просто сидел, наблюдал, слушал и как-то впитал это в себя, хоть никаких уроков формальных тогда не было. А какое слово в русском языке тебе далось труднее всего? Пыль. Ну да, вообще-то можно понять, потому что И, конечно, да, трудно сказать. Нет, это сочетание И и еще ЛЯ. Пыль. А, ну да, пыл. По-английски нету ЛЯ. Пыль. По-английски нету Анне. Или там, да, ЛЯ. Нету этих звуков просто не существует. Ну что интересно, когда мы с Рафаилом познакомились, это было в театре, мы работали вместе, и я, естественно, с ним говорила по-английски. Во-первых, потому что репертуар в нашем театре микро тогда весь шел на иврите. И по-русски, в общем-то, ну, мы общались с теми, кто были русскоязычные, как бы, да, там, часть была небольшая русскоязычных актеров. А так, в принципе, или общались на иврите, или вот с Рафаилом, мы когда стали уже встречаться, мы общались на английском, потому что мой иврит был очень простым. Я иврит учила на улице, я никогда не ходила здесь ни в какое хорошее учебное заведение, чтобы учить иврит. И, соответственно, мой иврит был такой очень уличный, примитивный, и я больше могла выразить себя свободнее гораздо на английском, которое я знаю с детства. И, соответственно, мы общались на английском. А когда уже Рафаил стал говорить по-русски, это уже, в общем-то, после нашей свадьбы, потому что до этого момента у него язык был в пассиве, то есть он читал, он очень хорошо понимал речь, да, он мог говорить, но не было необходимости вот именно потому, что я хорошо знала английский, и вроде как это было нам органичнее. А когда мы стали уже жить вместе после свадьбы, то оказалось, что мои родители, естественно, мама моя комфортнее себя чувствовала на русском языке, английский уже к тому времени своё на давно, так сказать, тоже подзабыла, он у неё был во многом в пассиве, и когда-то в молодости она говорила, была журналисткой, но это уже было давно. И, конечно, ей было удобнее с дятем общаться по-русски. А мой папа исключительно общался по-русски. И я помню, как Рафаил постепенно из пассива вот этого стал язык вынимать, но я на этом не настаивала, я наоборот, мы с тобой довольно долго говорили только на английском. Нет, но ты мне тоже помогла просто с поддержной системой, потому что я в театре, были у меня уроки, у меня даже был свой учебник. Наш режиссёр решил всё-таки это очень, конечно, спасибо Ирине Вовну, потому что она не была обязана это делать, но просто были уроки русского языка, как полагается. Я не был самым лучшим учеником, конечно, но тем не менее глагольная система, там, совершенный, несовершенный вид, это какие-то основные вещи очень важные, словарный запас, и такой замечательный учебник для иностранцев 80-х годов, который на меня очень повлиял, там, все эти вот города советские, троллейбус, там, я не знаю, там, Академгородок в Новосибирске, там, Лариса Стюардесса, всякие такие образы, люди, которые для меня стали таким вот как живые. То есть, получается, что изучение языка и погружение в культуру своего рода. И, кстати, почему я начала заниматься с Рафаэлом немножко русским языком, действительно, я помогла ему разобраться с падежами, словарный запас как-то его активизировать, когда ему пришлось работать с паломниками. В общем-то, до этого, до момента вот его работы с группами, я, собственно говоря, не видела никакой необходимости, потому что мы с ним общались по-английски. С моими родителями две-три фразы он и так сам знал и мог говорить без моей помощи. А вот с паломниками нужно было серьезно подтягивать русский язык. Начала ты с группами работать Яну, потом я оказалась в положении. И, соответственно, уже на шестом там месяце встал вопрос, кто будет дальше водить группы от паломнической службы Радонеж. И тогда Рафаэл говорит, ну, давай попробую я. Я говорю, ну, ты же по-русски говоришь, в общем-то, ну, довольно мало, то есть, такого запаса слов, чтобы вести экскурсию, все-таки нужен богатый язык, у него тогда не было. Он говорит, давай будем заниматься. И мы стали потихонечку заниматься. И просто стали между собой чуть больше говорить по-русски чаще. И вот так получилось. А как мы с детьми? С детьми было вообще очень интересно, потому что изначально мы хотели помнить, чтобы Марта с тобой общалась только на английском, со мной только на русском. Не получилось. Это было неорганично. У нас в семье настолько жили два языка, что когда родилась Марта, как-то было естественно и мне, и Рафаилу говорить с ней и на русском, и на английском. И мы пошли по ситуациям. Вот это самый хороший способ вообще учить ребенка языку другому, который вы знаете сами. Это ситуативно переключать ребенка на другой язык. Например, вы купаете малыша в ванночке и начинаете говорить с ним только на английском или только на французском. Какой язык у вас второй? Если вы выходите на улицу, переходите, наоборот, там, допустим, только на русский. И тогда ребенок понимает правила игры. И он не будет путать, мешать два языка. Вообще, в принципе, язык – это правила игры. Согласен? Абсолютно. Когда я преподавала английский, мне нужно было преподавать людям, которые уезжают в Америку и Канаду. А я участвую в московской спецшколе номер один. Естественно, у меня было поставлено с детства такое очень британское, классическое, такое даже несколько искусственное, как я потом поняла, произношение. Я говорила с американским английским, собственно говоря, я, насмотревшись сериалов, фильмов, и я приобрела себе вместо ask, я стала говорить ask, вместо can, стала говорить can't. И когда мы встретились, это был кошмар, потому что я говорила с тяжелым американским акцентом. Если бы я хотел американку жениться, а что, зачем мне тогда ты? Funny. Да, но потом я, поняв, что муж говорит как бы немножко по-другому, будущий муж, мне очень хотелось нравиться, и я тогда перешла обратно на свой британский акцент. Это было трудно, потому что уже за пять-шесть лет преподавания я привыкла говорить с американскими звуками, они, в принципе, другие. Мало того, американский язык другой. Например, по-английски lift будет lift, по-американски будет elevator. То есть как бы elevator или lift, как бы, да, это разные вещи, но там много есть американизмов, которые, в принципе, там другие предлоги, то есть это другой язык немножко. И, соответственно, я перешла, но до сих пор, если мы хотим с детьми побаловаться, мы иногда изображаем акценты. То же самое я сейчас, например, учу с дочкой французский язык, и, соответственно, я тоже понимаю, что это определенные правила игры, мне сразу хочется даже немножко по-другому выглядеть, мне хочется сделать себе какой-то аккуратненький французский пучочек, мне хочется сидеть с более ровной спинкой. И это правила игры, понимаете? Невозможно выучить иностранный язык, если... Без культуры, да. Да, если ты не примешь в какой-то степени эту культуру, если ты не почувствуешь кайф от этой игры, от этих правил игры, от копирования местных жителей... Это будет Google Translate просто как... Более или менее... В принципе... Механическое такое... Я учила своих учеников на курсах, еще до того, как я попала в театральную студию, узнала какие-то... Я совсем мало знаю какие-то азы актерского мастерства, да самые-самые. Я до этого сама дошла еще, да, там свои какие-то там... 20 с чем-то лет, 22-23, когда я преподавала на курсах английского языка. Я говорила студентам, смотрите какой-нибудь фильм или сериал, выберите какую-нибудь героиню и копируйте ее, копируйте ее движение, копируйте ее манеру двигать ртом, копируйте ее манеру одеваться, войдите в нее и попытайтесь говорить как она, тогда вы сможете научиться языку. И потом я поняла, что это вообще принцип совершенно правильный, да, ведь... Вот, например, у Рафаила в институте они учили древние языки как живые, да, вы говорили по-древнегречески, по латы, на древнешумерском даже. Расскажите чуть-чуть об этом, это любопытно. Как вы это делали? Вы тоже использовали этот метод? Погружение как бы в другого человека несколько, да? Да, да, хоть это, в принципе, когда я учился, это вполне было довольно экспериментально, но сейчас есть люди, которые даже, мне кажется, намного лучше меня, как бы говорят просто свободно по древнегречески, латыни, все, и существует уже, да, это целое такое международное движение даже, что мертвые, так называемые мертвые языки, их, чтобы действительно хорошо изучать, и что в чем проблема? Люди идут в разных вузах, даже в самых лучших в мире, да, всякие там, я не знаю, Гарварды, Оксфорды и так далее, вот МГУ, и все равно, если им дают какой-то древнегреческий текст, без словаря или без каких-то там грамматических книг, они просто не справятся. То есть для того, чтобы человек просто взял любой какой-то древний светоотеческий или классический философский текст и просто его читал свободно, это редко. То есть есть таких людей, но это очень большая редкость, и обычно даже те, которые это выучили, они не умеют это преподавать. То есть говорят студентам, справляйтесь сами, как бы вот справляйтесь сами. Я думаю, здесь нужно сочетание двух методик. У нас действительно был учитель, профессор, который придумал вот это, ну он не придумал, но это существует в некоторых странах, не во всех вузах в мире, но такой подход, что надо полное погружение, так же, как человек, если он учит немецкий или французский, или что-то, что так же и так называемые мертвые языки, надо их как-то оживлять. То есть, иными словами, здесь, наверное, можно говорить о синтезе двух методик. С одной стороны, конечно, нужно учить грамматику, это как такой, как я всегда говорила ученикам, грамматика, это вот как у ёлки есть каркас и ветки, да, вот эта грамматика, а слова это игрушечки, которые ты потом на них навешиваешь. Поэтому грамматику знать необходимо, это как бы вот то, на чем будет держаться потом ваш язык. Просто говорить на языке, копируя местных жителей, погружаясь в среду, можно так учить язык, но это займет очень много времени, и надо действительно жить тогда в стране, где этот язык вы слышите каждый день, целый день. А если вы учите дома, сами, то нужно сочетать, с одной стороны, осваивать грамматические конструкции, с другой стороны, включать телевизор или YouTube, смотреть всевозможные фильмы, сериалы и так далее, и копировать персонажей. Для начала надо слушать. Ну, я, конечно, очень много фильмов. Выуживая слова, которые вы знаете. Вот ты тоже фильмы смотрел, да, Вик? Очень много. Главное, что я их смотрел тоже в пассиве, и иногда даже просто смотрел русский канал, тогда их было вот в 90-х, середина 90-х, конец 90-х, там НТВ, все эти старые каналы. Я смотрел фильмы без перевода, я даже не понял, что там... То есть понял, на самом деле я все понял. Я сейчас понимаю, что я все понимал. Но я язык-то не знал. И это тоже было своего рода погружение. Также песни. Я слышала и диски Высоцкого. Были добрые люди, которые даже мне все это переводили и помогали мне все это как-то осваивать. И без вот этого Андрея Миронова, там все эти его тоже как бы эстрадные песни. И без этого человек просто не сможет определенный мир или юмор. То есть, например, я встречаюсь иногда с палестинцами, которые говорят прекрасно по-русски. Но из-за того, что они не настолько погружены в культуру, то есть они... Они какие-то вещи не ловят. Хоть они формально говорят по-русски, даже иногда лучше, чем я. Но они какие-то вещи не понимают культурные. Руссо туристов облику мурали. Это все знают уже. У нас политторговцы в Ефелине говорят. А как они еще говорят? Они говорят, гони деньги быстро паломников наших. Давай деньги быстро. Гони деньги быстро. Давай деньги быстро. Смотрят нас сейчас с тобой люди и говорят. Ну и вот что? И вот что вот эта вот пара, понимаешь, интернациональная? Что не могла она выйти замуж в России? Что не мог... Что Ваня не нашла голубоглазовую? Что это? Да. Позор какой-то. Ты тоже себе Сару или Рахель или Ривку не нашел. Никакую. Нет. Местную. Зачем это нужно? Зачем нужно вообще учить языки? Зачем нужно смешение вот этих культур? Пушить за Вавилонская башня такая, да? Надо быть русскими вообще во всех отношениях. Вы знаете, на самом деле, если мы посмотрим с вами на нашу русскую культуру, например, на нашего Александра Сергеевича Пушкина, который наше русское все. Александр Сергеевич Пушкин свободно говорил на французском, английском, и, я думаю, еще неплохо говорил по-немецки. При этом он остается исключительно русским человеком. А древнегреческий, латынь, то есть? Да, да. Я уже не говорю про всех остальных. Да, собственно, все наши классики, которых мы считаем супер русскими, включая Рахманинова, уже более русского композитора, нет. Человека, который, переехав в Америку, перестал писать музыку. Он не смог за границей ничего создавать, но он свободно говорил по-французски, по-английски. Да, потому что нам, русским людям, свойственно, это уже так история нашего государства российского сложилась исторически, нам свойственно принимать другие культуры, нам свойственно обогащаться за счет других культур и в эти другие культуры привносить свое. И это до Петра Первого. Иногда люди говорят, что это подражение, то есть это эклектика. Нет, нет. Началось с Петра Первого. Это заблуждение. Это, конечно, и до Петра Первого было, потому что речь шла как некий такой синтез между разными славянскими племенами. Да, вот скандинавцы, азиатские народы, которые потом пришли завоевать или из-за этого, и еще Византию вместе с этим. Так что это действительно такой очень необычный синтез Запада, Востока, который, с одной стороны, иногда даже кажется немножко нелепым, потому что какая связь может быть между какими-то древние вот такие языческие традиции славянские, Византийской империи, Викинги и еще и какие-то татары. Понимаете, это действительно нельзя тут говорить о чем-то таком как бы одном. Это уже смесь каких-то культур определенных. Это абсолютно так. И я вам скажу, что я никогда вообще не думала, не планировала, что мой муж будет иностранцем. Да какой я иностранец? Брось. Иностранец. Иностранец. Да, иностранец из иной страны. Ты из моей страны. Дело в том, что Иерусалим это как образ вообще всех христианских городов. Есть очень глубокая связь действительно между Иерусалимом и Русь, я в этом уверен. Все зависит, короче говоря, от человека. Если человек вот так понимает вещи, то родство души это выше чем национальность, чем все на самом деле по большому счету. Так что поэтому я тебя люблю. Мои дорогие, мы с вами на этом прощаемся. Вот такой у нас как всегда импровизированный получился выпуск. Надеюсь, что какие-то полезные мысли из этого вы можете почерпнуть. Мы желаем вам широты взглядов, мы желаем вам открытого взора, открытого сердца. Желаем вам успехов в постижении иностранных культур и иностранных языков для обогащения своего внутреннего мира и для самоосознания правильного, что такое быть русским человеком. На эту тему мы, пожалуй, еще когда-нибудь поговорим, потому что вообще... Обязательно, потому что еще очень интересно, что Москва и Иерусалим – это один и тот же меридиан, в принципе. Да. Так что я иногда шучу и дурю и говорю, что Иерусалим – это буквально под Москвой, значит, под Москвой. Вот Москва... Так что привет вам из Иерусалимского Подмосковья. И вот Иерусалим, да, Москва. Я пришел к тебе с приветом, рассказать, что солнце встало, что оно горячим светом по листам затрепетало. Рассказать, что лес проснулся, весь проснулся, веткой каждой, каждой птицей встрепенулся и весенной полон жажды. Рассказать, что с той же страстью, как вчера, пришел я снова, что душа все так же с счастью и тебе служит готова. Рассказать, что отовсюду на меня весельем веет, что не знаю сам, что буду петь, но только песня зреет. Субтитры создавал DimaTorzok